Девушки отдыхают Ну вот, клавиатура же у нас без проводов к компьютеру подключена А монитор к проводам Да, точно, интересно А почему что-то проводами с компьютером соединяется, а что-то без проводов? Интересно не это, а как оно всё работает? И почему эти соединения бывают разными? И ещё сколько их вообще бывает! Мне это тоже интересно Ну раз у нас столько вопросов сразу, придётся компьютеру попотеть, чтобы на них ответить Слушай, Лен! Но мы же не можем компьютеру сразу несколько вопросов задать Да, не можем А что делать? Ну, надо задать такой вопрос, чтобы он нам сразу на всё ответил Например? Например? Хотим всё знать о способах соединения компьютера с другими устройствами Здорово! Только это же не вопрос Ничего, он разберётся Вызывали ваше быстродействие? Да вызывал! Только почему ты один, а где остальной? Ой, я не знаю Я его найти не смог Всё значит не смог Давай, ищи Зачем ты тут мне нужен один? А-а-а, сейчас Ваше быстродействие А, вот ты где А где же мне быть ещё? Вы позвали, я и пришёл Вот он я, тут А почему один? Где бит? Так я это Не нашёл его Компьютер-то у нас огромный Заблудиться можно Не то, что друг друга найти Тем не менее Найди мне его И причём срочно Уже бегу Я не... Тихо, тихо Я... Тихо Бай! А ну вернись! А, вот он бит Я его нашёл Это я вас нашёл Растерять Нет, ну это ж надо Друг друга уже найти не могут Чтобы впредь такого безобразия не было Повелеваю Ай, хоре мне Короче, придумайте какой-нибудь способ связи друг с другом, чтобы не теряться Разрешите идти придумывать? Да, но сначала информацию для детишек Само собой, ваше быстродействие Серёжа Так ты всё пропустишь Да ладно, иду Любые устройства, как внутри компьютера, так и внешне Нужно каким-то образом соединять между собой Кроме этого, между собой соединяют и сами компьютеры в локальные сети Или во всемирную сеть интернет Существует несколько способов передачи компьютерной информации И самый простой и древний из них – электрические провода или кабели С помощью различных кабелей внутри компьютера с материнской платой соединяются жёсткие диски и оптический дисковод Снаружи к компьютеру подключают мышь и клавиатуру И могут быть подключены такие устройства, как мобильный телефон или цифровой фотоаппарат Вот видишь, соединять проводами – это самый простой способ Но зато и самый древний А я бы хотел что-нибудь современное Ничего не понимаю Почему эта система не работает? А я знаю Я тебе звонил, ты почему не слышал? Так я был не у своего столба, а в другом месте Но потом я пришёл к нему Ждал твоего звонка А ты не звонил Потому что я был уже не у столба Погоди, это что получается? Для того, чтобы нам подать друг другу сигнал Мы должны быть оба у своих столбов Выходит так Но тогда и так ясно, где мы находимся Ой, и правда Байт, ты гений Да, это понятно Ещё понятно, что провода не годятся Потому что они к месту привязаны А что годится? Например, оптическая связь Это как? Фонариками сигналы подавать Фонарик же всегда с собой Он к месту не привязан Здорово придумал! А как мы будем сигналы подавать? Как все подают? Ты что, азбуку Морзе не знаешь? Ну, знаю, конечно А как будет буква А? Ну, это... Правильно, точка тире Вот, вот, я и хотел сказать Слушай, Байт, а рукой помахать Это тоже оптическая связь? Не знаю Пошли на склад за фонарями Ну, компьютер, давай же скорее продолжение Ты чего его так торопишь? Может, он мне подскажет, как без провода от телефона обойтись О, ура, начинается! По кабелям можно передавать не только электрические сигналы Но и оптические или световые Сделаны такие кабели из специального материала Называемого оптоволокном И состоящего из очень тонких стеклянных или полимерных нитей Сигналом в них служит луч лазера Который распространяется по волокну Многократно отражаясь от его стенок Лазерный луч способен пройти по оптоволокну Много километров не затухая Оптоволоконные кабели обладают гигантской скоростью передачи данных И им не страшны никакие помехи Они широко используются для передачи данных Как в обычных компьютерных сетях Так и во всемирной сети интернет Как это ни забавно Но главный недостаток проводной связи Сами провода Они мешаются, путаются А еще длина провода ограничивает расстояние между устройствами И уж тем более провода не позволяют Передавать и принимать сигналы в движении Оптоволокно это здорово Вот жаль только у меня его нет А если бы и было Ты бы все равно оптоволоконный кабель где-нибудь потерял Ну и где этот бит? Сколько раз я ему тут ау Орать буду Может он в другой стороне Ой, ты напугал меня Да я сам чуть не испугался Ты чего не приходил? Я тебе кричу, кричу Фонариком мигаю Так я сам тебе кричал Только я же вот там был За углом И что? Ну, а свет же за угол поворачивать не умеет Сам знаю Да, получается световая связь тоже не годится Что же такое придумать, чтобы и без проводов и за угол заворачивала? А может радиосвязь? Вот фу ты, перебил меня Я и говорю, радиосвязь Ну извини Ну ладно, чего уж В общем, пошли к процессору У него вроде бы были портативные рации в хозяйстве Идем Ну, если компьютер мне и сейчас не подскажет Я не знаю, что мне тогда делать Зато я знаю Что? Провода не разбрасывать, а класть их на место Тогда и проблем никаких не будет Хороший способ Только ты не могла мне его раньше подсказать Все, начинается Избавиться от недостатков, свойственных проводам, нам помогает радиосвязь Первыми устройствами, которые ее использовали, были радиомодемы, позволяющие соединять компьютеры между собой без проводов Позже появились и другие системы радиосвязи, например, Bluetooth Он предназначен для работы на небольших расстояниях и позволяет соединить по радио компьютер и мобильный телефон Или мобильный телефон и беспроводную гарнитуру Для более дальней и высокоскоростной связи используются беспроводные сети Wi-Fi С их помощью можно, например, организовать домашнюю сеть или получить доступ с компьютера или смартфона в интернет В интернет можно выходить и по каналам сотовой связи, которая также относится к радиосвязи И, наконец, самые обычные устройства, использующие радиосвязь для передачи сигналов Это беспроводная мышь и клавиатура Ура! Лена! Я понял, как надо сделать! Как? Я же совсем забыл, что с мобильного телефона можно электронную почту отправлять, то есть по радио Ну вот видишь, компьютер тебе все-таки подсказал Раз, раз! Восьмой, восьмой, как слышишь меня? Слышу тебя отлично, первый Ну что, какие у нас еще дела на сегодня? Пока никаких нет, но если пойти к процессору, он нам сразу кучу дел найдет Так может того? Не ходить к нему? Ха-ха-ха! Оригинально мыслишь! Свежо! Идею поддерживаю! Но тогда другой вопрос Какой? Чем займемся? Ты приходи, придумаем что-нибудь А ты где? Я... Я у конденсатора С-31 Понял, все-таки великая вещь техника Ну так что, первый куда двинем? А не махнуть ли нам восьмой в наш секретный закуток? У нас там и чайник есть, и газеты, и диван Разве мы не заслужили минутку отдыха? Да мы все сто минуток заслужили Слушай, а что мы процессору скажем? Где были? Скажем, что друг друга долго найти не могли Это с рацией, Виттер? А мы скажем, что у рации батарейки сели Сели, говорите? А вот вам, бездельники, в ближайшие сто минут сесть-то не удастся! А ну, оба бегом ко мне! И почему мы рации не выключили? Это что, это вопрос ко мне? Ну все, фотографии я друзьям отправил А представляешь, они наверняка по всем видам соединений сейчас прошли В смысле? Ну, сначала с мобильного телефона с помощью радиосвязи Потом наверняка в интернете где-нибудь через оптические кабели А потом и по проводам А по проводам-то где? Ну, как минимум с компьютеров на мониторы твоих друзей Точно! Здорово! А вот то, что ты провод от телефона потерял Это не здорово! Знаю! Ой! Вот он! Точно! Провод же у меня в кармане был! И как он там оказался? Да я его еще с утра туда положил Чтоб потом не искать Хе-хе-хе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»